Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Я Юра Федоров, и в этом видео мы продолжим разговор об оборудовании, которое помогает и облегчает вам ваш труд на вашем участке. В этом видео мы поговорим о консервировании, неправильное слово, о консервации вашего оборудования и механизмов. Здесь у меня представлены основные виды и классы оборудования, которые употребляются для работ на дачных и приусадебных участках. А именно, бензопила, мотокосы, бензогенератор, ну и, конечно же, мотоблок. Как приготовить к зиме тот или иной агрегат, определяется типом силовой установки, которая на нем установлена. Справа от меня находятся агрегаты, имеющие двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Соответственно, слева те, которые имеют четырехтактный. Консервируются они совершенно по-разному. Мы поговорим о консервации агрегатов, где установлен двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Это довольно простая процедура. На худой конец достаточно просто слить топливо с бензобака такого двигателя. После того, как топливо слили, заведите агрегат на парах. Пусть он поработает до тех пор, пока не заглохнет. С топливом агрегат не рекомендуется оставлять на длительное время. Возможно, возможен выход из строя каких-то там резиновых клапанков, прокладочек. И восстановить их можно будет только в сервисной службе. Многие интересуются, стоит ли на зиму закладывать в густую смазку, в редуктора, бензокоз или в звездочки бензопил. Этого делать не стоит. Обычно это делается перед началом весенней эксплуатации этих агрегатов. Чтобы ограничить попадание влаги в двигатель, можно еще вставить в отверстие глушителя маленькую промасленную тряпочку. В принципе, на этом консервация агрегатов с двухтактным двигателем внутреннего сгорания можно считать законченной. Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания имеет большую массу по сравнению с двухтактным. Поэтому и устанавливают, я бы сказал, на более серьезные вещи, которые не требуют переноски. На бензогенераторы, например, на мотоблоки. В отличие от бензотриммеров или бензокоз. Как произвести консервацию агрегата с четырехтактным двигателем внутреннего сгорания, мы рассмотрим на примере этого бензогенератора. С чего же начать? Во-первых, отсоедините шланжик, который идет с бензобака. Слейте все топливо. Во-вторых, через специальную пробку, которая расположена в картере двигателя, слейте масло. Дальше свечным ключом, который, как правило, идет в комплекте вместе с оборудованием, выкрутите свечу. Для этого сначала снимите так называемую в просторечии люльку. Одевайте ключ. Ну, свечу я уже заранее ослабил, конечно, для экономии времени. Свеча выкручена. В цилиндр надо добавить 2-3 грамма машинного масла, не больше. Возвращаем свечу на место. После того, как свеча установлена на место, надо раза 2 или 3 дернуть за пусковой трос. После этого вернуть на место колпачок для свечи, люльку. Агрегат считается законсервированным. С мотоблоком консервация проходит чуточку сложнее. Кроме всего прочего, надо еще спустить колеса хотя бы наполовину. Кроме того, я рекомендую литиевой смазкой смазать тросики сцепления обратного хода. Правильная консервация техники значительно увеличивает ее срок службы. Ну, на этом я закончу. До свидания, до новых встреч. С вами был Юра Федоров.